Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня я предлагаю поговорить о том, как обеспечивается безопасность на водоемах области. Присоединяйтесь к нам. Сергей Васильевич Костюченко, ведущий специалист Гомельской областной организации «Освод», народился в 1956 году в Гомеле. Окончил Рижское военно-политическое училище имени маршала Советского Союза Сергея Бирюзова, военно-политическую академию имени Ленина в Москве. Офицер с высшим военным образованием, преподаватель истории, инженер-электрик. На протяжении 15 лет служил в ракетных войсках стратегического назначения, военно-космических силах, вооруженных сил СССР и Российской Федерации. Служил во внутренних войсках МВД Республики Беларусь. С 1995 года занимал должность заместителя командира 6-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД в городе Гомеле. Нынешней должности с 2006 года. Награжден 10 медалями СССР и Республики Беларусь. На вопросы, которые касаются деятельности областной организации «Освод», прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Купальный сезон в этом году начался не рано, но первая половина лета выдалась действительно жаркой. Я так думаю, что сложная для спасателей освода. Всего с начала года в Беларуси на воде погибло более 200 человек. Есть, к сожалению, жертвы и среди детей. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас в Гомельской области и какие тенденции? Ну, если взять общую тенденцию, то тенденция у нас по снижению гибели людей на воде. Если возьмем последние 5 лет, 2015-2019 годы, в сравнении с предыдущим пятилетием, то количество утоплений уменьшилось в 2 раза на 300 человек. Тем не менее, каждая человеческая жизнь бесценна, и поэтому все случаи, которые у нас происходят, они вызывают глубокую озабоченность. Поэтому в этом году, с начала года, утонуло 32 человека в Гомельской области, в том числе двое несовершеннолетних. Спасено 20 человек, из них 6 несовершеннолетних. Предупреждено несчастных случаям 860, в том числе 120 с несовершеннолетними. А что значит предупреждено? То есть это когда реально была ситуация очень рискованная для жизни человека? Предупреждено, что ситуация была, которая могла привести к происшествию на воде, но были приняты меры, и этой ситуации не произошло. Ну, каждый несчастный случай всегда очень глубоко анализируется. Сергей Васильевич, по каким причинам происходят трагедии на воде? Ну, причины не меняются в основном из года в год. Во-первых, это купание в местах, не предназначенных для этого. Нарушение правил купания. То есть тех рекомендаций, которые обычно везде говорится, и в средствах массовой информации, в ходе наших выступлений, в коллективах, и в местах массового отдыха и купания людей. Это все эти правила расположены на стендах, которыми можно ознакомиться. Это недосмотр взрослых за детьми. Это нахождение во водоемах в состоянии алкогольного опьянения. И по этой причине происходит около 70% всех несчастья. Ну, приступы болезни. Вот основные причины приводят к утоплению. К сожалению, сразу несколько несчастных случаев произошло на минувших выходных. И пострадал ребенок, 10-летний погиб мальчик, и 21-летний парень. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что произошло. Из города Жлобина приехала молодая мама. С ней двое детей. 10-летний мальчик, 6-летняя дочь. К своей подруге встретятся минувшую субботу. Они выбрали место для отдыха на реке Ипуть, далеко от березок. Это не оборудованное место отдыха. Это не оборудованное место, стихийное место отдыха. С не очень хорошим выходом к воде. Там и обрывы очень высокие, до 5-6 метров, и растительностью заросы берег реки и так далее. Ну и покуда мама со своей подругой там готовили место, где расположиться, в это время дети, разумеется, побежали к воде. И маленькая девочка только заметила о том, как в воду попал брат и скрылся под водой. Только после этого узнали взрослые и подняли тревогу. Но ничего сделать, разумеется, не могли, и только уже прибывшие впоследствии водолазы нашли тело погибшего ребенка. То есть несколько минут, и ребенок, да, мама же, наверное, так думала, что 10 лет, это же не 2 года, это же взрослые уже. Да, мы все время говорим о том, что у воды ребенок должен находиться на расстоянии вытянутой руки от мамы. Если этого не будет, можно потерять ребенка. Поэтому другими делами заниматься у воды, а не заниматься контролем своего ребенка, не нужно. Кто-то из взрослых должен всегда стоять и наблюдать за тем, что делают дети. Ну и, конечно же, если дети у воды, у детей должны быть какие-то средства защиты. Конечно. Жилеты, нарукавники. Для малолетних детей всегда нужны средства защиты. Тот бы жилетик, который находился на ребенке, и если бы он попал на глубокое место, то он бы не ушел на грунт, а остался бы на поверхности, и ему бы могли. Или сами родители, или же кто-то из людей, который находился неподалеку. Огромная, колоссальная цена вот такой родительской ошибки, невосполнимая потеря. И расскажите, пожалуйста, что произошло в Якубовке, по-моему, да? Молодой человек катался на тарзанке. Ну, это вчера в Якубовке там отдыхал 21-летний молодой человек. Ну, сейчас изучается обстоятельство произошедшего, но его нашли недалеко от самодельного трамплина. Можно предположить, что он с трамплина нырнул и травмировался. Но это покажет уже проверка по данному делу. А это же распространенное явление прыжок с высоты, повреждение, да, происходит позвонков, и человек не всплывает, или уже его вытаскивают, но остается глубоким инвалидом. У нас уже в этом году двое несовершеннолетних получили подобные травмы, связанные с травмой позвоночника, довольно серьезные. И постоянно мы ликвидируем самодельные трамплины, так называемые тарзанки и другие средства, которые делаются для того, чтобы нырять. Но это может привести к несчастью. Да, портите молодым людям отдых, но спасаете им жизни, возможно, будущее. И хотела бы вспомнить еще одно происшествие, очень резонансное, невообразимо страшное. Даже сложно было бы себе такую ситуацию представить, а она произошла, да, когда в июне рыбацкая лодка столкнулась с плавучим краном, с баржей, по сути. И никто никому место на СОЖе не уступил. И все это вот вблизи спасательной станции фактически произошло. Ну, казалось бы, абсурд. А тем не менее гибель человека страшная. Уголовное дело, возбужденное по этому факту. Расскажите, пожалуйста, ну, я так предполагаю, что нарушения имели место быть. И с одной стороны, да, и пострадавшими допущены, и специалистам, которые выполняли эти работы на барже. Это произошло рано, в принципе, утром, около восьми часов утра. Двое рыбаков на лодке расположились на садовом ходу, что категорически запрещено. Вот. И видели, как появился этот плавучий кран, который буксир транспортировал в сторону порта. Вот. Но по какой-то причине они решили не сниматься с якоря и уходить с судового хода. А те, кто управляли буксиром, очевидно, из-за плохой видимости кран закрывал. Они не видели, что произошло. В итоге получилось так, что кран плавучий, который на барже находился, подмял под себя лодку. Одному рыбаку повезло больше, он успел ухватиться за трос, и потом им могли подняться на баржу. А второго рыбака ушел под дно этой баржи. Ну, его наши спасатели подняли, но он прожил только одни сутки и скончался в больнице. Очень жаль. Сергей Васильевич, вот вы очень давно работаете в осводе. Я знаю, что глубоко переживаете всегда такие случаи, когда не удалось предотвратить трагедию, не удалось людям помочь. Но очень хочется, чтобы этого не допустить впредь с другими людьми, с другими детьми. Что приводит? Вот это какая-то случайная цепь событий? Много разных факторов. Или люди сами создают такие ситуации, которые в итоге заканчиваются трагедией? В основном все несчастные случаи, которые происходят, они создаются самими отдыхающими людьми. Ну, это, очевидно, такое пренебрежительное отношение к своей личной безопасности, к своему здоровью, к своей жизни. Вот такие случаи происходят. Бравада, возможно, это определенно. Показать какие-то свои умения, допустим, плавать далеко и так далее. Да, вот потому что это ассоциируется с отдыхом, с какой-то легкостью, с беззаботностью. А никто не думает, какой это колоссальный риск. Ну, допустим, готовится на отдых кто-то, снасти готовит, готовит плавсредства, готовит еще какие-то подкормку для рыбалки. А не всегда уделяется должное внимание главному вопросу безопасности. То есть выбрать место безопасного отдыха, где расположиться, как себя вести, иметь при себе спасательные средства. Эти средства спасательные обеспечить свою семью, чтобы они были тоже в безопасности, если человек отдыхает с семьей. И вот все это такое отношение, ну, достаточно ответственное к своей личной безопасности, зачастую приводит к несчастным случаям. Спасибо большое. Предлагаю ненадолго прерваться, посмотреть сюжет, а потом мы вернемся в эту студию и продолжим обсуждение. Лето на экваторе, купальный сезон в самом разгаре. И хотя в последние дни немного похолодало и пляжи опустили, но вот-вот на улице вновь станет жарко и люди хлынут к водоемам. В этом году парадокс. С одной стороны, неблагоприятная эпидситуация и следует избегать мест массового скопления людей. Но с другой пляжи наводняются отдыхающими, а опять же в результате пандемии. Ведь многие границы закрыты, и белорусы по большей части проводят отпуска дома. Поэтому и людей на берегах рек и озер в прямом смысле море. Сотрудники освода уже оскомину набили, предупреждая народ, что купаться в запрещенных местах не стоит, особенно в нетрезвом виде. На оборудованных же пляжах спасатели всегда на чеку. Но это совсем не значит, что отдыхающим можно уж совсем расслабиться и потерять бдительность. Например, мамам все-таки лучше отложить в сторону телефоны и внимательнее смотреть за детьми. Это же понятно. Стоит отвести взгляд от малыша на мгновение, и этот миг, увы, может стоить ребенку жизни. А ребятам до 14 лет, какими бы взрослыми они себе не казались, у водоемов без старших находиться нельзя. За это может быть не только профилактическая беседа с родителями, но и штраф. Да и со взрослыми спасателям не всегда удается найти общий язык. Проводятся профилактические беседы. К сожалению, эти беседы зачастую вызывают не только непонимание, а зачастую просто вызывают агрессию среди данной категории людей. Привлекаем органы внутренних дел, которые уже со своей стороны проводят с ними беседы. Достучаться до людей выходит не всегда. Один из лучших пляжей – Роповский. На момент съемок из-за прохладной погоды людей не было. Только пара моржей, которым такая температура воды – в радость. В жаркие же дни здесь сотни человек. Оно и понятно – чистый желтый песок, хорошее дно, длинная береговая линия, а еще раздевалки и прокат катамаранов. Не хватает только сеток для волейбола и электричества на самой спасательной станции. Здесь вода очень чистая, прозрачная, рыбки много. Все условия для отдыха. А за счет чего чистая вода? Из-за ключей. Здесь ключи бьют и нету отходов с города. Поэтому все чисто. С начала года в Гомельской области не допущено утопления 19 человек. В том числе 6 несовершеннолетних. К сожалению, 31 человек утонул. Важно, что ни одного несчастного случая не произошло на оборудованных пляжах. И такая статистика в нашем регионе сохраняется уже около 5 лет. Вы смотрите «Диалог». Ведущий специалист областной организации «Освод» Сергей Васильевич Костюченко. Сегодня у нас в гостях. Сергей Васильевич, вот как в сюжете, так и во всех профилактических материалах «Освод» всегда отмечается. Трагедии происходят на так называемых диких пляжах, диких местах отдыха, не оборудованных спасательными станциями. До сих пор это действительно так? Это правило, для которого нет исключений? Это на самом деле так. Потому что на местах, где предусмотрен отдых на пляжах, нет гибели людей на водах уже долгие-долгие годы. Поэтому эти места, они являются безопасными для людей. Дай бог, чтобы это так и сохранялось. А вообще сколько у нас официально разрешенных для окупания мест в области? У нас 38 коммунальных пляжей в области, но еще есть 10 пляжей ведомственных. На всех этих пляжах, 38, находятся наши или спасательные станции, или спасательные посты, или сезонные спасательные посты. Несут службы спасателей «Освод». На мой взгляд, катастрофически мало, да? Ну, 38 для 21 района. Очевидно, недостаточно. Да. Но постепенно, постепенно количество пляжей увеличивается. Я приведу пример, что у нас совсем недавно в городе Гомеле было всего лишь 3 пляжа. Сейчас уже 10. В этом году появился новый пляж. Это в районе улиц Озерная, проспект Космонавта на Сельмаш. 10 пляжей. Для города Гомеля 10 пляжей – это немало. Да. Для одного города, да, неплохо. Для того, чтобы люди рассредоточились, чтобы не было такого наплыва отдыхающих в каком-то одном районе, да, как это раньше было, наверное. И с любой точки городской можно очень быстро доехать на общественном транспорте к этому месту. Да, для людей с детьми особенно это важно, конечно. Какие пляжи вот вам больше всего нравятся? По принципу безопасности или того, как они оборудованы, или, может быть, по природным факторам? Я думаю, должны быть все компоненты соблюдены. И по вопросам безопасности в первую очередь. Там много требований к пляжам. И по их оформлению, по наличию определенной инфраструктуры. А у нас есть идеальный пляж? Предлагаем им услугам. Ну, идеальных, может быть, нельзя назвать, но у нас есть немало хороших пляжей. Это и центральный пляж в городе Гомеле, и Роповский пляж, который в кадрах был показан. И Любинский пляж неплохой. Ну и также еще встречаются другие пляжи в других районах. Сергей Васильевич, есть несколько вопросов, которые пришли на Вайбер. Можно ли купаться на Обкомовском озере? Там нет поста спасательного, имеется в виду. Во-первых, на Обкомовском озере есть пост. А где? Наш. Это прямо на озере находится. Сезонный спасательный пост. Но купаться на этом посту нельзя. Нельзя по той причине, что, согласно решению городсполкома, это место, запрещенное для купания. Почему? Потому что нет условий для организации пляжа. Там буквально через 3-4 метра после уреза воды, это ямы до 60 метров и более. А вообще глубины доходят на этом озере до 24 метров. Поэтому это место крайне опасное. Отдыхать на берегу, загорать, играть, заниматься играми, пожалуйста. Но купаться в данном месте запрещено. Спасибо большое. Еще один вопрос как раз по безопасности детей. Посоветуйте, что лучше купить ребенку на отдых на море, на рукавнике или жилет. Удержит ли жилет при падении в воду, например, ребенку 6 лет? Ну, жилет лучше иметь. При падении с лодки, например, ребенок останется на поверхности? Останется на поверхности воды, и ему можно помощь оказать. Однозначно. То есть тут даже, мне кажется, и разговоры излишни, ребенок должен быть в жилете. Ну, все-таки лучше поберечься и таких маленьких детей на лодке пока не катать. Еще придет этот возраст, когда это можно будет сделать. И не надо рисковать. Сергей Васильевич, а вот частники, владельцы агроусадеб, которые предлагают отдых на воде своим гостям, как у них складываются отношения со сводом, и как они должны заботиться о безопасности? Ну, хозяин агроусадьбы не может же быть и спасателем одновременно на пляже у себя? Каждый частник, который организовывает какие-то услуги у воды, должен обеспечить соответствующую безопасность. В том числе иметь ведомственный спасательный пост. Из кого он будет сформирован, он уже должен подумать сам, данный владелец. Отношения у нас нормальные, если выполняются все требования, и они соответствуют правилам охраны жизни людей на водах. Но если где-то эти требования не выполняются, то мы, разумеется, будем действовать в соответствии с действующим законодательством, вплоть до внесения предложений о прекращении договора. А проверки такие проводите? Безусловно. Что-то на этих пляжах происходит? Проводится периодически вместе с органами власти, с представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям, вот и освод. Теперь давайте разберемся с ситуацией на несанкционированных пляжах, так называемых диких. Здесь, где береговая линия между не рекомендуется и запрещено. Запрещено как? Вплоть до штрафа? Или это будет какое-то устное предупреждение? Но никому же не хочется портить себе отдых и получать какие-то аннотации от проверяющих? Штраф применяется в том случае, если допускается купание в местах, запрещенных для купания. Согласно статье 23.63 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, это влечет ответственность до штрафа, до трех базовых величин. Но если человек отдыхает в другом месте, допустим, но он там не купается, это штраф, на него не накладывается за это. Поэтому отдыхать они, разумеется, могут в этом месте. Но у нас зачастую не хватает терпения удержаться. И не купнуться в этом месте. А если место это запрещенное, значит, это вызвано какими-то обстоятельствами. Это изученное, что место опасно для отдыхающих. Поэтому действие статьи наложения штрафа, оно правомерно. Ну, тогда правомерно, чтобы это место было обозначено как запрещенное для купания. То есть там должна стоять соответствующая табличка с надписью о том, что запрещено. Тогда правомерный штраф выписывается, да? Все места, где запрещено для купания, там выставляются таблички. Вопрос другой, сколько они живут. Но еженедельно принимаются меры по их обновлению, изготовлению новых табличек и их установке. Ну и можно ознакомиться на сайте райисполкомов. Ну, даже на официально разрешенных и оборудованных по правилам пляжах не всегда есть самые элементарные условия для комфортного отдыха. Мы спросили у гомельчан, чего вам не хватает на городских пляжах. Песка не хватает чистого. А еще? Может, из-за инфраструктуры чего? Ну, беседки, раздевалки хотелось бы. Всего хватает, я думаю. Там, где я был, всего хватает. Ну, мне кажется, ларечков, наверное, с напитками. Что еще можно? Ну, мороженое детям. Все есть. То есть вас все устраивает? Да. А вас? Что бы вы добавили? Все устраивает. Все нравится? Да. Кабинки есть, там навесы какие-то есть. Конечно, нету, как в прошлом году, было выездные буфеты вот эти. Тоже можно организовать. Чистоты и порядка. Ну, так я не знаю, по оборудованию. Лежаки платные есть, грибочки есть. Все, в принципе, хватает остальное. Не хватает душиков для мытья, на мой взгляд, прежде всего. Еще, может, что-то? Ну, лежаков, конечно, хотелось бы. Детских площадочек вот таких тоже хотелось бы. Ну, это уже по возможности. Я не особо посещаю пляжи в центре города, да, а те пляжи, которые находятся за чертой города, или что там, понятнее, какой инфраструктуры. Здесь я даже не знаю. На этом пляже давно не был, поэтому... Ну, я видел, что там какие-то есть тюбинги, какие-то там бананы. Вот, катают людей. Работа туалетов. И больше воды. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о безопасности на водоемах области. И в студии прямого эфира принимаем телефонный звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. Ваш вопрос, пожалуйста. Вопрос заключается в следующем. У нас находится дачный кооператив «Борец-1», «Борец-2», «Борец-3». Недалеко от «Чонок». Это где-то километра четыре. У нас был раньше пляж, находился под мостом, который пересекает реку Сужу, сделает сейчас новый мост. И там у нас был такой небольшой, правда, пляж, но довольно-таки комфортный. В данный момент пляжа нет в связи с ремонтом и возведением нового моста. И вот в эти выходные случаются такой ситуации, пошел с ребенком покупаться. А покупать это и негде. И люди купаются, ну, просто-напросто, где есть возможность зайти в воду. Обидно. Очень обидно. Зашли в воду, да. Я отступил немножко от берега, метр. И все, и ушел как бы сам. Поняли вас. Спасибо большое за звонок. Ситуация действительно обидная. Особенно, когда такое место хорошее было. Сергей Васильевич, что делать? Можно только посоветовать поискать место где-то вблизи, где можно нормально отдыхать. Пляж там не построишь и не сделаешь за какой-то короткий период времени. Это требует многочисленных затрат на эти вещи. И около каждого небольшого населенного пункта или садового товарищества построить такой пляж тоже невозможно. Хорошо. Ну, а можно не ждать милости от кого-то, да, там, от властей, например, а организоваться самим и такое место себе обустроить? Потому что если это дачный кооператив, то это проблема не одной семьи отдельно взятой. А можно вот самим оборудовать и сказать, ну, вот теперь это не запрещенный для купания пляжа, а разрешенный. Правилами охраны это не предусмотрено, потому что все равно решение о создании пляжа и даче разрешения на его эксплуатацию дает местные органы власти. Поэтому все нужно решать на местах. Вот он сложный, и пока эти сложности будут оставаться, ну, все равно до конца все не решишь. Ну, что значит запрещено? Ну, запрещено, понятно, да, тогда не стоит и лезть уже, чего искать себе проблем. Но не рекомендуется. Всегда люди купались и будут купаться в каких-то прудах, озерах, искусственных водоемах, рыбаки, дачники, детвора в деревне. Ну, то есть тут же не обойдешься 30 официально разрешенными пляжами, люди все равно будут искать, куда бы и как окунуться. Ну, а получается, что делать этого нельзя, да? В принципе, мы не рекомендуем купаться в местах, не предназначенных для этого. Но если человек взял на себя ответственность и принял решение купаться в незапрещенном месте, в незапрещенном месте, то он, разумеется, должен продумать все вопросы безопасности. Да, ну, по крайней мере, позаботиться. Да, это зависит от выбора места для купания и организации купания. И если это место выбирается, то наиболее подготовленный человек должен тщательно это место изучить по различным вопросам. Это и течение, это и состояние дна, это и какая глубина, есть ли там ямы. И многие другие вопросы должны изучить. И сам должен находиться не на берегу созерцать, когда, допустим, его семья или его близкие там стали купаться, а находиться между глубиной и берегом, и своими близкими. И уж точно не дети должны первыми в воду окунаться. Разумеется, чтобы оказать помощь. Да. Кто-то должен быть на берегу, и кто-то всегда наблюдать. Ну, вообще, мне кажется, вот, хотела бы вернуться к услышанному вопросу, что если бы довести до ума инфраструктуру наших пляжей, то, может быть, и меньше бы людей куда-то тянуло. Может быть, ну, комфорт есть комфорт. Если есть лежак, если есть торговые точки, у тебя есть мороженое, да, у тебя есть водичка там, есть туалет оборудованный, куда не страшно отправиться. Так тогда, может быть, не так уже и привлекательно дикая природа. Тогда хочется и туда. Может быть, и меньше трагедий было бы. Вы доносите эту идею как-то вот до властей, что мало, мало этого всего еще пока? Безусловно, эти вопросы обсуждаются. Я уже говорил, что создаются и новые пляжи. Но все это порой связано с выделением определенных средств для создания и благоустройства этих пляжей. Но я думаю, что эта работа будет продолжаться. А то, что пляжи должны привлекать людей своими услугами, я с вами согласен полностью. Да. Одна из самых сложных задач – это взывать к разуму. Это воспитывать нарушителей, что-то пытаться доказать людям, которые совсем к этому на данный момент не расположены. Профилактические рейды вас проводят регулярно. Проводите их вместе и со спасателями МЧС, и с организацией Красного Креста, со всеми, кто заинтересован в безопасности людей, кто заинтересован в том, чтобы оказывать помощь. Всех привлекаете. Что вас беспокоит из того, что вы видите и слышите во время таких рейдов? Нас беспокоит, прежде всего, что люди отдыхают в диких опасных местах. Второе, что недостаточный контроль за детьми, потому что порой дети малолетние находятся одни на водоемах без сопровождения взрослых. Ну и то, что порой употребляют спиртные напитки. Это тоже нередкая картина. В этих диких местах, может быть, поэтому и забираются в эти места, чтобы там себя чувствовать более спокойно и вольготно. А все это приводит к трагедии. Допустим, отдых в компании на воде унес уже жизни больше десятка человек в этом году. Это именно компании, которые себя развлекали, да? Ну да, отдыхали, употребляли спиртные напитки. И порой получалось так, что они только к утру понимали, что нет их товарища, допустим, или близкого человека. Они думали, что он ушел домой. На самом деле, только к утру разбирались, что он домой не пришел. А вот пляж – это общественное место? То есть оно по законодательству рассматривается как общественное место, где распитие спиртных напитков запрещено? Тут нечем, даже не нужно вступать в полемику с проверяющими. Однозначно, запрещено. Сергей Васильевич, есть еще один вопрос у нас на Вайбере. Почему не чистится вода в озерах на каскаде озер в Волотове? Давно, кстати, не была живу там поблизости, не видела. Но предполагаю, что там же естественного какого-то процесса смены воды не происходит, да? В этих водоемах. Мне сложно на этот вопрос ответить. Я только скажу, что мы там провели работу по обследованию и очистке этих водоемов от различных предметов, представляющих опасности для отдыхающих. Что касается воды, наверное, все-таки вопрос этот мы оставим пока. Ну, если не запрещено, да, по биологическим показателям, потому что это мониторят санитарные службы. Да, и они дают свое заключение. В том числе ограничения даны и сейчас по покупанию детей. Да, по покупанию детей. На третьем озере и на первом. Поэтому, видимо, соответствующий вопрос. Что касается замены воды, то это не такой простой процесс. Пусть позволят нам по телефону 274918, и мы поинтересуемся у соответствующих служб. Да. Ну, а в любом случае, что касается вот именно таких водоемов, да, особенно небольших, городских, искусственно созданных, то тут, наверное, отправляясь туда, заходя в воду, точно стоит поинтересоваться. А что думают санитарные службы по поводу качества воды здесь? Потому что каждую неделю она проверяется по микробиологическим показателям. Она проверяется только в тех местах, которые являются официальными местами для купания на пляжах. Да, только здесь. Безопасность людей в летний период всегда обеспечивают больше сотрудников, да, чем обычно у вас в штате в другой период времени. Набираете и сезонных матросов. Сколько сейчас у вас людей, как они справляются? Ну, дополнительно нами это принято на работу еще в апреле месяце около 120 сезонных матросов-спасателей. Идет подготовка, прием зачетов у данной категории. Они проходят медицинскую комиссию, потому что должны соответствовать по состоянию здоровья, по своему уровню физического состояния, готовности, умению плавать, сдавать нормативы. И все это они делают. Ну, и в составе этих сезонных матросов мы уже второй год подряд впервые в Белоруссии совместно с директоратом Государственного университета имени Франциска Скорины, а в этом году подключился еще и Государственный технический университет Сухого. Вот, создаем строительный сервисный отряд спасателей. Они отработали в прошлом году. На их счету было спасено 6 человек. Отработали они хорошо. В этом году мы уже набрали большее количество студентов. Они по своему уровню подготовки и отношению нас удовлетворяют и хорошо выполняют задачи службы по охране жизни людей на воду. Молодцы. Это действительно благородная работа. Я думаю, что такой ценный тоже жизненный опыт, хотя и очень непростой. И немного времени у нас остается, уже около трех минут. Сергей Васильевич, дайте, пожалуйста, советы. Потому что оказаться в ситуации, когда кому-то может понадобиться помощь, может любой. Говорят, что люди, особенно дети, тонут тихо, незаметно, очень быстро. Когда запутался в водорослях, хлебнул воды, ушел ко дну, никто не заметил. То есть никаких криков о помощи, никаких движений, которые можно было бы заметить. При этом не происходит. Как распознать действительно рискованную ситуацию на воде и как действовать? Подскажите. Допустим, если мы видим, что человек делает движения руками определенные, периодически погружается в воду, значит, можно сделать вывод, что что-то с ним не ладно. И нужно ему оказывать помощь. Если есть возможность, надо подать спасательные средства при их наличии. Нет любые подручные средства. Спасать плавь нужно только в том случае, если человек готов спасать плавь. Разумеется, звать на помощь людей, которые более подготовлены. Ну и думать о других опасностях, потому что вода – это стихия. И в любую минуту может измениться ситуация. Это и водовороты, это и водоросли, это и быстрое течение. Допустим, попал в быстрое течение, значит, нужно не бороться с ним, а плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу. Через какое-то количество, там, расстояние определенное, они попадут к берегу реки. Если попал в водоросли, не нужно делать резких движений. Надо лечь на спину и постараться выплыть в ту сторону, откуда приплыл этот человек. Если не получается, поднести ноги, подтянуть, и руками освободиться от этих водорослей. Но в любом случае, в любой ситуации, нужно не терять самообладание. Спасибо огромное, Сергей Васильевич. Благодарю вас за интересную беседу. Желаю, чтобы окончание купального сезона, окончание лета было более благоприятным, чтобы как можно меньше каких-то неприятных, трагических ситуаций у нас происходило. Спасибо вам. Спасибо за пожелания. Будем работать вместе над этим. Сегодня гостем нашей программы был ведущий специалист Гомельской областной организации «Осфот» Сергей Костюченко. Благодарю вас за внимание. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова